Независимо от первополученных находов при продаже бизнеса, вы не платить не будете. С 25-го года установлен, этот год в полном размере отменяется, установлен будет порядок, что вы не будете платить налог из продажи бизнеса, даже если надеется от 10-15 лет, в том случае, если находы от продажи бизнеса не превышает 50 миллионов рублей. Та же самая рекомендация, если у вас такие перспективы есть, если в истории с вашего бизнеса выходит 5-й сумма, то лучше эти сделки осуществлять в 24-х годах, чтобы не попадать по этой ситуации на повышенные ставки 20 миллионов. Вот что касаемо ДФЛ, я, честно говоря, не предполагаю этому больше уважения, потому что все эти моменты я уже осветил, если что-то кто-то хочет добавить, то, походу, можно что-то сделать. Налог по прибыли. Вот в этой комплице приведены основные изменения, предполагаемые, которые затронут всех. Во-первых, это изменение налоговой ставки на черед 20% до 25%. Кажется, сам для себя решили, как это много и мало, увеличение на входах на уплату налогов на череды. Ну, на мой взгляд, существенно. По деловес, правительство предлагает некоторые композиционные механизмы, которые позволят ряду предприятиям, организациям, сэкономить, сэкономить налогов на прикрытие. Ну, во-первых, это вводится инвестиционный федеральный налоговый ручек, а в порядке этого вычета нам более подробные аналоговые эксперты, приведут информацию. И вводится ряд механизмов, которые позволяют при формировании налоговой, налогово-благовой прибыли, применять более повышенные коэффициенты при приобретении основных средств определенного характера, нефтерярных активов, то есть фактически затраты при приобретении этих средств увеличивают в два раза, возможно, мы видим. И вот эти увеличенные судьбы через амортизационные отчисления успевают в улучшение налогово-благового прибыли. Там детали, опять же, я думаю, нам не дадут уверенность, наверное, объяснить. Наиболее неоднозначный, наиболее искусственный, ажиотажный вопрос это, конечно же, то, что произойдут новшества поукрощенной системе налоговообладательных интересов. Противы изначально можно было отдаваться, потому что законодатели предлагают увеличить стоимостные границы и границы по количеству работников для перехода на МТС. С 2025 года предполагается, что стоимостной порог будет 450 миллионов вместо тех 200 больших постов, которые сейчас действуют. Основные средства стоим из состава 500, численность со 100 до 130. Вроде бы все хорошо, но, как говорится, вот эту ложку брода испортила почта 4-5. Да, отменяются повышенные ставки по расчетке. Сейчас мы делили ставку 6% по доходам, 15% по доходам минус расходы. Ну, это общая ставка Российской Федерации. В Татастане у нас ставка 10%, она ежегодно продлевается. Один, что-то иначе будет продлевать. Самая такая неприятная вещь, упрощенцу. По умолчанию, по умолчанию становится подстанным поддельщиками МДС. И вот в этой ситуации будет три варианта с МДС для упрощенцев. Первый вариант – это когда упрощенец сможет не платить МДС. Ну, это коснется не всем, к сожалению, а только тех субъектов, у которых додовой доход за предшествующий год не превышает 60 млн рублей. Вот. В этой ситуации есть аквариант, что надо будет подавать специальное унировнение о том, чтобы воспользоваться правом на освобождение от МДС. Вторая категория лица – это те лица, которые будут иметь право выбора, как платить МДС. Или поставки 20% как при общей системе налогового обложения и при этом иметь право на налоговое уничтожение походящим МДС от своих предшествующих домов. Или же, например, второй вариант – платить МДС по пониженным ставкам в зависимости от доходов, но при этом не иметь право на налоговое уничтожение. Как все это отразится на деятельности бизнеса, на деятельности потребителей, услугу товаров, упрощенцев, которые станут платежием, мы тоже проводим на жмеце с бедами. Единственная хорошая новость – это то, что предполагается для субъектов малого бизнеса, которые осуществляют в своем обрабатывающем разряде, еще понизить ставить спортовых взносов. Но, наверное, знаете, что сейчас весь малый бизнес, который находится в инвесторе в малое предпринимательство, в пределах МРО, уплачиваем по ставке 30%, все то, что сверху, по ставке 15%. В 2025 году предлагается, что малый бизнес в сфере отрабатывающей АКС, он будет платить с превышением урок не 15%, а 76%. Это, конечно, хорошее новшество, ему стоит только порадоваться, оно направлено на поддержку малого бизнеса в сфере производства. И последнее, чем я хотел бы закончить такой обзор, у меня почему-то пропал слайд, это то, что правительство предлагает в 2025 года провести так называемую «галоговую амнистию» для тех лиц, которые занимались управлением бизнеса. Все это такое. Ну, может быть, нехто с этим сталкивается, нехто даже это присутствует. Это когда для того, чтобы иметь право применять упрощенную систему налогообложения, бизнес раздепляется, он состоит из нескольких афинированных структур, которые в каждой родительности имеют право применение усы. То есть, а если все клиенты сложили, то они перерискивают те крепления, те пороги, которые установлены для применения усы. И вот предполагается в 2025 году запустить механизм, при котором те налогообложения, которые откажутся от торопления бизнеса, они будут освобождены от доначисления аналогов, штрафов и пеней за прошлые дни. Тоже подробным об этом поговорим с обвинением. Вот рядовый обзор. А теперь я бы хотел уже вернуться к нашим ответным направлениям. И предлагаю очень здоровым нам приводить. Где-то даже к кандидатам не только какие-то вопросы. Наши эксперты могут в любом вопросе отвечать. Это, наверное, люди высочайше кандидатам. Тогда вопрос не верующий. Первый. Как Вы считаете, вот те компетенционные механизмы, которые предлагает правительство замену повышения налоговой ставки, действительно компетенцируют для рядового отоплательщика по налоговой возросшей основы на налоговой премии? Добрый день, коллеги. Слышно меня, да? Ну, вообще, конечно, любое повышение ставки налогов воспринимается в бизнес-заводческом среде, который немножко, скажем так, негативный отоплательщик. Поскольку для бизнеса налоги – это такой же бесрасход, кстати, на связи с бизнесом, что зарплата, что там сырье, основные средства. Это основы, которые позволяют себе фитнес, функулируют на рынке и развиваться. Поэтому, конечно, никто еще пока не позвонил, и наш человек бы сказал, что так классно, что он принимает ставки на 2%. Но, в то же время, если посмотреть, скажем так, страны с разной экономикой, то уменьшится эта ставка налога на 1 год или где-то в диапазоне 50-60%. Поэтому эта ставка достаточно балансированная, комфортная, которая позволяет и бизнесу платить налоги, и выполнять свои специальные обязательства. Поэтому мы все понимаем, что сейчас есть необходимые выполнения взаимодействия на бюджет, так как раз уже 3,1-4. С нашей точки зрения, это достаточно приемлемо к западному предложению. Тем более, мы помним, что российские федерации были ставки и 24%, и 35%. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно неправильное решение, которое позволяет ввести интересы и бизнеса, и государства. К тому же, где-то года 2-3 назад, когда поднималась ставка по ЛДТЛ, многие ожидали поднять налоговые ставки в налоговый номер. Были ожидания в бизнесе, они не оправдались тогда, и поэтому сейчас в отношении ставки на 2 до 25%, в общем-то, не стало, скажем так, суббитым для многих. В отличие, конечно, от того, что теперь те, кто находится в упрощенке, ну, в упрощенке, как на слайде, будут платить НДС суббитых людей. Что касается суббитых мер, то, конечно, они в полном объеме не могут перекрыть ставку налоговых инфекций. Там, по сути дела, 2 меры. Это, первое, то, что получается коэффициент 1,5%, 1,5% раз до 2,5 ряда основных средств, которые предприятия приобретают. Это могут быть сейчас вместе, просто 1,5-2 раза. Разве можно увеличить расходы будет 2 раза. То есть это высокотехнологическое оборудование, по-прежнему, которое в основном зависит с инфекцией. Это программное включение, связанное с искусственным интеллектом. Это радио метроика. То есть есть печень, покупая которую вы сможете внести в расходы больше суммы, чем где реально потратили. Мы будем управлять наступные наступные, а в расходы на включение 1 на 1, а в 10 рублей. Сейчас 150. То есть вот этот порог немножко увеличивается. Ну и второй инструмент – это так называемый инвенционный федеральный вычет, о котором многие говорят. Сейчас вычет инвенционного существования в Российской Федерации, но и вводится в Татарстане, поскольку для того, что было применение штаба в соответствии с федеральным знакомствами с федерацией, в Татарстане – это один из многих регионов, который принял. Поэтому для нас это будет еще более новым инструментом. Суть его заключается в том, что налогоплательность может уменьшить налоги, которые выплачивают в федеральный бюджет, а федеральный бюджет, который выплачивают 40%, и 17% региональных, а сейчас 17,3% в федеральный бюджет. Он сможет эти 8% уменьшить на некий перечень расходов, которых вообще нет, которые установят в правительстве Российской Федерации, на которые уменьшится сумма налогов, плачивая в федеральный бюджет. И мы, исходя из опыта существования лицового учителя, который сейчас есть, в инфляционном регионах. Но, как правило, это расходы связаны с регуляцией основных средствами для РФКЮ, это расходы на неопы, это связаны с покупкой программного обеспечения. Учитывая такие основные, не только популярные виды расходов, на которые можно будет уменьшить налог на федеральный бюджет. Но есть ограничения. Ограничения – это не более 50% сходов, которые нового обеспечения принесет, купил основное средство на 100 рублей, но только 50% можно будет учесть этой платы налог на федеральный бюджет. И еще одно увлечение основное – это то, что в итоге, когда вы считаете сумму налогов на прибыль, она должна быть не меньше, потому что налог на федеральный бюджет будет при выплате 3% в федеральный бюджет. То есть, на сути дела, это механизм позволяет вернуться за счет 20%, и если будут такие расходы у налогоплательщика и за счет вычета, то эти 5% они могут быть неюлимными за счет капитального поживания. По сути, эти выплаты, как бы сказать, что эти кондиционные меры, наверное, их надо рассматривать все-таки больше не как меры кондиционного характера, а скорее все-таки как мотивация для того, чтобы развивать свой бизнес, вкладываться, согласиться или так далее. Мы знаем из экономической работы, что налоги – это не только федеральная функция, но и функция – это санимулирование, мотивация, и поэтому, наверное, вот этот свой инструмент, она меня в этом ключе не рассматривается. Ну, представить, что на сегодняшний момент еще нет этого перечня, в которой будет завершена какая-то ситуация по поводу того, что может быть уменьшить налоги на первых служб налог платежи. Ну, подождем, посмотрим, какие-то будут какие-то будут делать по причине того, на что можно уменьшить налоги на первых служб налог платежи. Можно удачить, можно ли будет уменьшить повышенный 5%? Есть налог, который федеральный… Есть налог, это я устанавливаю, поскольку налог будет 8%, то есть 8% можно… до 0 нельзя, это может быть только до суммы, которые получается, пусть он приеменится, скажем так, в 3%. Ну, там написано, значит, буквально следующее. Сумма налог, подлежащая за счетами федеральных бюджетов, в результате уменьшения на вычет не может быть ниже налог из счетов остатки 2%. Вот 8, 3 остается, а на 5, поскольку сделано, ну, больше, чем на половине, может быть уменьшить налог из счетов. Как вы считаете, вот в 2016 году, именно после перенятия законов, когда вот эти механизмы будут объявлены в 2021 году, инвестиционную налоговую вычет, то есть повышенные инвестиции для формирования предначальности объекта, не возьмут внутри спад инвестиционной активности по этим направлениям, потому что все мы тут знаем, что слово «лога» будет инвестиционную налоговую вычет, нужно, наверное, эти суммы уменьшить налог об ограничении в 2021 году. Зачем мне в 2024 году осуществлять здесь эти расходы минимум налоговую вычетную инвестиционную, если я ее прибежу и перенесу на следующий год? А как вы считаете, не может быть такая ситуация? Наверное, может, это логично. Я думаю, что те, кто занимается налогом планированием, наверное, они постараются на следующий год. Мы считаем, что это принципиально переходят в будущий год за счет увеличенной выручки по всем проектам, которые выглядят сейчас. Мы желательно закончили на свободе с тем, чтобы при этом увеличить свою выручку, увеличивать налоговую налоговую выручку, который будет облагаться другому по поднейшим сайтам. Как вы считаете, это самое, что касается изменений каких-то инвестиций, но может быть, имеет смысл повремениться в инвестиции с тем, чтобы на следующий год получился выше, в полгода такому инвестиции? Как вы считаете, имеет под собой такой смысл, неразумный звонок, предложение такого характера, чтобы дать право, чтобы не термолить эту инвестиционную активность в втором полугодии 24-го года, дать право применять федеральный инвестиционный налоговый вычет на тем объектам инвестиций, которые будут в втором полугодии 24-го года за счетами, чтобы не придерживать инвестиций на 25 год. Могут, наверное, разумные решения, которые будут стать организацией с точки зрения учета и на здоровом инвестиций. Это вопрос какой-то технический, скажем так. Ну, здесь надо же сказать о том, что количество другая статка нового на прибыль. Вот для этих компаний, если как и детская ставка будет и 25%, и 5%. И у них была бы скорая ставка нулевая до конца 2026-го года. Непонятно было, как шла ситуация. В итоге продали новую ставку. В итоге им дали приборку ставок 5% для этих компаний. В итоге, наверное, может быть инвестиций вкладываем на то, что есть какие-то другие отрасли, экономики, которые нуждаются такой поддержки. Это может быть обрабатывающим, а возможно, а медицинские веры, может быть. И возможно, что там было бы логично, неправильно применить ставку меньше, чем вашу ставку. Спасибо. Я подведу и кратко повторю. Главный совет профессионалов в области аудита, бухгалтерии, чисто экономики, это по возможности максимизировать прибыль 2024-го года, не переносить прибыль на 2024-го. То есть то, что можно показать в 2024-го году, показывайте в 2024-го году. Подписывайте акты 2024-го года. Пиво считается подросткой и подвеседлением, да, в облачной системе. Поэтому всегда есть подростка переходного периода, в какой налоговый перчатый период уходит выручка, допустим, в декабря, наибрая и так далее. Все зависит от того, как вы оформите документы на продажу, на закрытие своих работ, на услуг. Потому что зачастую фактически выполненные и отблеженные проданные товары оформляются начале января. И когда уже эти операции, которые будут оформлены документами в 2024-го года, но которые относились фактически к 2024-му году, они попадут в доходную часть 2025-го года и уже приходят отложения прибыли, которые будут идти к операциям. по ставке 25%, по ставке 20%. То есть очень внимательно на данном бизнесе подойти к вопросу переходного периода. То есть к тому периоду, когда будете переходить с одной ставки на другую ставку. Максимизировать доходы, минимизировать расходы. И еще одна маленькая тема, чтобы быть, к сожалению, эти изменения в том, что повышается именно федеральная часть наук. То есть будет стоять, стоять, стоять. Конечно, должно было бы хорошо охранять страну с его мощной механической структурой, чтобы эти процессы повышения науки было немного чуть-чуть от другого. с другого способа поддерживать. Поэтому, наверное, можно ли, в такой царе, если все впечатление наших комплиментов создавались в городном Казахстане, чтобы им отборить его собственную миссию? У нас царь боссовета присутствует. Я думаю, что в боссовете этот правильный тоже знает, и вот эта работа не решит, не знаю. Откратно. Сергей Владимирович, у вас есть вопросы? Да, конечно. Не знаю, наверное, к Альдару Гедальчу или, может быть, коллегам по радиоэлектронной промышленности. Масляхин Сергей Владимирович, верное решение. Будьте добры, вопрос такой.